Очередной карпик, мы их не заставляем ждать, мы их сразу отпускаем домой. Что там у нас? Ой, там сидит, там рыбка сидит, сидит. Ой, что-то хорошее. Ребят, всем привет. Я уже сняла большую часть, наверное, этого видео про рыбалку летом на Днестре. Но вот сейчас 12 часов дня, и я понимаю, что начинать нужно с этого. Вот такие реалии. Рыбалки в середине июля. На улице 35, ощущается, наверное, как 45, вода 31 градус. До 6 вечера будем как-то выживать, даже, наверное, по опыту вчерашнего дня. Почти до 8 вечера будет такая жара. over here. Какая жара. Такие красивые места. Дядя Боря нас катает, показывает красоты. Комаров налетело сразу на лицо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрались мы, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катя Рыбалка. Я хочу вам предложить на ближайшие полчаса погрузиться в атмосферу рыбалки на речке Днестр. Мы находимся на Днестре в Одесской области. И для меня это особенные родные места. Вообще немножко хочу забежать назад. Не знаю, как сейчас, но вот когда я была ребенком, и мы с отцом начинали, скажем, вместе мой путь в мире рыбалки, то я даже не помню каких-то таких моментов, чтобы мы рыбачили на озерах или на каких-то платниках. В основном все одесситы рыбачат на речке Днестр. Кто-то ездит на Дунай. Вот мы сейчас находимся на глубоком турничаке. Это тоже рукав речки Днестр. Данное место интересно тем, что вот буквально за нами вот уже лиман. Мы, скажем так, стоим, я считаю, в очень хорошем и перспективном месте. Об этом тоже сегодня вам еще расскажу. И обычно я начинаю снимать ролики с того, что рассказываю, как мы приехали, собрались, разобрались, что там, какую прикормку замешали и так далее. Поскольку это уже для нас вторые сутки рыбалки, и мы уже знаем, ну что и как ловится, уже ненужные методы отсекли, я вам постепенно, чтобы сразу все информации не грузить, расскажу, на что ловили, кого поймали. А рыбы поймали много. Одна важная особенность. Все знают, что на Днестре трофейный период рыбалки – это осень, конец октября, ноябрь, где-то так, когда все приезжают за трофеем. Можно поймать хорошего сазана. А мы находимся тут сейчас в середине июля. Разгар лета, вода 30 градусов. Сейчас 6 утра, поэтому я могу более-менее нормально разговаривать. Мозг еще не плавится. Вчера с часу дня мы практически не вылазили из воды, потому что находиться вот так вот на улице невозможно. Мы с Сашей оба одесситы. Хоть и встретились мы, и познакомились с ним в Киеве, но представьте себе иронию судьбы. Я прожила в Сурвисе в Одессе, и Саша прожил в Сурвисе в Одессе. И есть у меня подписчик Коля, которого я вам сейчас покажу. Коля еще где-то с полгода назад написал, что хочет пригласить нас на рыбалку, на Днестр. И вот он так настоял, он говорит, я все организую. В эти места, сюда на глубокий Туранчук, добраться на машине нельзя. Сюда можно доехать только на лодке. И, в принципе, из Маяк есть компании, которые доставляют людей сюда, в эти места. И вот Коля говорит, я все организую, будут лучшие места. Лето, жара, даже ради комфорта, чтобы всегда был какой-то тенек, будут домики. И вот мы с Сашей доверились ему, приехали. И, вы знаете, все получилось даже лучше, чем мы ожидали, потому что у нас не только тут комфортная рыбалка. Я вам сейчас покажу. Домики и все. У нас прекрасная компания. Сева, Коля, дядя Боря, коты. Вкусный чай, вкусный шашлык и классный клев. Надеюсь, вам будет интересно это маленькое приключение. Друзья, по логике вещей сначала покажу, как мы обустроились. Только, наверное, на пустом домике соседнем, для того, чтобы вы поняли всю картинку. Потому что выложила в Инстаграме, что мы отдыхаем на Днестре, и меня одесситы просто разорвали на части. А где это, а что это? Сколько бы мы не ездили на глубокий Туранчук, мы ни разу не доезжали с Адалимана и реально ни разу не видели эти места. Поэтому, когда Коля мне скинул фотки, где мы будем жить, я думаю, а где это вообще? Что это такое? Ну вот и приехали. Смотрите. Значит, живем мы вот в таких домиках. У каждого домика есть вымостка, есть беседка. Глубина у нас сразу здесь обрыв на 2, потом 3,5 метра. Ну, в общем, кто не знает, это глубокий Туранчук, это искусственно вырытый рукав из Днестра в Лиман. Если я не ошибаюсь, собирались строить какую-то электростанцию или, в общем, что-то собирались строить, и для этого прорыли глубокий канал. Довольно-таки широкий, но в итоге эту тепловую электростанцию, там какую, не знаю, не построили, а канал остался и стал любимым местом одесских рыбаков. Значит, вот такие здесь домики. Я, конечно же, оставлю реальную информацию о проживании, я понимаю, всем интересно. Ребята, это не реклама, вот просто говорю, где мы живем. Я здесь по воле судьбы, потому что согласилась с Колей поехать на рыбалку. четыре кровати, печка, я бы хотела, чтобы был, конечно, кондиционер в такую же руку, но, тем не менее, тенек – это уже огромнейшее спасение. Нас доставил дядя Боря на таком своем корабле. Вон, собственно, и он. Ребят, вот Коля. Привет. Одессит в кофте Динамо – это редкость. Да. Вот Коля нас пригласил на рыбалку, вот это все организовал, и, в общем, дядю Борю подбил, и Сева еще с нами, и Сева – повар. У нас, в общем, такая классная компания получилась. Да. Самое главное, что я смотрю в Инстаграме, мне пишут, так это же Николай, все тебя знают. Ну, да. Как одессита рыбака, Коля снимает видео из Днестра. У него есть канал «Рыбалка» и не более. Не как все блогеры, без рекламы, да, скажи, ничего такого нет. Конечно, пока да. Пока? Да нет, на самом деле чисто для себя, поэтому. Я надеюсь, тебя будет слышать, ты говорил, мой микрофон, а если не слышно, то я подпишу, что ты сказал. Но я обязательно оставлю вам ссылку на канал Коля, он рыбу уже набомбил, и Карпов поймал, и все, короче, классно. Обязательно подписывайтесь, потому что свежие новости из Днестра всегда будут у Коли на канале. Ох, хорошо, все, и сидит, я думаю, уже. Видно, думаю, на камеру, как клюет. Ну что, ребят, переходим к рыбалке. Вот перед вами сейчас происходит поклевка на фидер. Это у нас или карась, или сом, или подлещик, или тарань. Ассортимент рыбы хороший. Все, думаю, сидит. Что там? Санька есть? Санька есть? Карась. Вот такие, ребята, карасики, такие крупнее ловятся в заброс. Всегда, когда мы приезжаем на Днестр, мы ловим на карповые, скажем так, монтажи, больше местного образца типа макушатников, и всегда есть один фидерок, чтобы, как говорится, не было скучно. Хотя, я вам скажу, сейчас не скучно и в этой части наших снастей. Значит, начинали мы с того, что забросили одну донную снасть, один макушатник и один флет. Поклевки есть везде. Как-то, как таковой разницы особо нет. Но флет был у нас здесь. Мы его сняли. Все работает. У Саши в видео вы увидите, поклевки есть. Вот мы замешали баунти кукурузку. Но каждые 15 минут перезаброс быстро вымывается. Это река с большим течением. На макушатник реально проще. То есть, закинул и макуху можно менять раз в час, раз в два часа, как она там размоется. Так и размоется. Ребята ловят на макушатнике. Коля тоже, кстати, ловит на флет и по рыбе. Карася очень много. Прям вот очень его много. Также проклевываются сомики, ну, не крупные сомики. Крупного не было. И поймали несколько мелких карпиков и, как назло, три самые большие карпа сошли. Один вообще у подсака сошел, один тут тоже у Саши сошел. В общем, карп в эту жару какой-то неактивный. Давайте, дядя Бой, приходите. У нас рыба клюет, мы не можем. Опять, только забросились, ребят, даже не успеваю вам снять все, что я хочу рассказать, как снова начинают клевать. На классику просто как из пулемета. маленькие потяжечки есть. О, там сидит уже, да. Ох, а что это было там под бомосткой у нас? Что-то есть. кто это у нас? В этот раз козлик. Про классический фидер. Значит, на наживку используем опарыша или червячка. клюет и на то, и карась, и подлещик, и сом, кстати, тоже на опарыша ловится. Вот, три таких опарика. В кормушечку используем кашку. Здесь замешана у нас флагмановская с ароматом бисквитного такого. Вот она скоро закончится. Замешаем еще новенькую. В общем, вточка уже прикорлена и работает. Ловим на рейзер до 140 грамм. Он мягкий, это хорошо, это приятно. И такой тест, как бы речка, вы же понимаете, нужно, чтобы было. Он на катушке Армадейл флагман. Очень хороший получается набор. Кстати, кормушечку используем такую с ребрышками, чтобы она за дно цеплялась и, скажем так, как-то держалась, потому что Днестр известен всем своим сильным течением. И федорочек стоит на клипсе, чтобы бросать в одно и то же место. Далее на ротподе стоит у нас на карповых монтажах два рампейджа до 180 грамм. На катушках Карпро Эскол. Леска, кстати, это тоже Карпро, такая вот камуфлированная. Так много за леску спрашивают, ребят. Ссылки оставляю в описании на все снасти, что у нас есть. И стоит еще у нас здесь еще один Рейзер. Только уже до 160 грамм. Смотрите, что-то видите, дзебает, дзебает. Я вижу по кончику и свингерочек подскакивал. Скорее всего, что-то уже какой-то карасик сидит. Просто карась вот эти мощные снасти не всегда срабатывает сигнализатор. Зато когда у нас клюет карп, мы знаем, сразу классически поехала. Топ насадка горох. Сейчас снова будем наблюдать поклевку на класть. Уже видела. Ребят, почему еще решили перестать ловить на флет? Еще потому, что раз клюет на горох и на макушатник, это вообще в разы дешевле. Оставим свои флеты для озер, для платников, скажем так, а на речке видите, рыба как-то на горох, это топ. Можно, конечно, поупираться и полностью рыбачить на спортивные такие снасти, на флет, на карповые монтажи, перекармлив пельцем. Не знаю, можете написать в комментариях свое мнение, мы решили пойти путем какой-то экономии. ой, поклевка, ой, поклевка классная. Уль, она сидит, там рыбка сидит, сидит. Ох, что-то хорошее. Блин, не чувствую уже. Ты видел, как уперлась? Или сошло, или по дороге что-то зацепилось просто. а у нас тут жерех прям под вымосткой гуляет. Не, есть рыбка. Опять козлик. Слушай, пришел козлик на точку, вот второй раз такое замечаем, что если пересал клевать карась, начинает клевать козлик, надо куда-то перемещаться. Он как проходами немножко. Дядя Боря тут готовит супер кофе. Ребята, у нас такое здесь, я не знаю, как all-inclusive, круче, чем all-inclusive в Турции. Вкусный кофе, красивая посуда, вкусный шашлык. Боже, я не знаю, такой прием, вот, скоро будет завтрак. Правильно? Да. Рыбу мы как всегда не забираем, но вот в садок решили поскладывать, чтобы вам показать улов. Мама уже позвонила и сказала, чтобы карасей мы обязательно привезли на жарку. Там уже бабушка оборвала телефон. Видите, опять федорок клюет. Так что покажем, что поймали и, я думаю, с десяточек карасей заберем и все остальное, конечно же, выпустим. Оп, 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 хорошая поклевочка. Все, рыбка есть. Рыбка есть. Ого, что это вы такие? Чай у вас? Да, мы готовим с утра. Это зеленый чай по лимону. Давай я пошла доставать фидер опять. Опарик на месте, даже не будем его менять. Ребята, посмотрите, какой бешеный клев просто. Это вам, ну вот, на речке рыбы тьма, конечно. Вот, ой, смотрите, ой, как льет, ой, как льет. Надо доставать скорее. Тут сидит, сидит. Вот такого, на платнике такого клевого нету, как на речке. Просто сумасшедший клев. Кофе не успеваем доварить, сколько вы уже видели рыб. Опять козлик. Где наш карась делся? Вот и карась. В общем, нужно кидать подальше, чтобы был карась. Кидать поближе, сразу же какие-то козлики, мелочь какая-то, а хорошая рыба сидит на глубине. Вот так вот нам укушатник на горох клюет карасик. очередной карасик. Такой чуть-чуть больше. Видите, какой карась на речке? Длинный, с большой башкой. Это все из-за того, что течение. Ну да, он подстраивается под жизнь здесь. Потом выберем отборных на зажарочку. Вот, ребят, я снимаю около получаса. Посмотрите, сколько поклевок. Видите, на средней опять вот там скорее всего уже что-то засело. ой, хорошая, хорошая поклевка. Я в тени буду стоять так вот. Что там у нас? Карась. Видите, какой некрупный карась? И как он, блин, клюет. Вот такой огромный крючок на горох и макуху. Конечно, концентрация карася на речке сумасшедшая. На 100 карасей клюет три карпа. Может, он там где-то и крутится. Но карась, опять он, средняя удочка, все, ушла. Капец, постриж творит. Карась не дает ему, если бы, конечно, был крупный карп, он мог бы, наверное, его вытеснить. А если карп мелкий такой, то он его не может заставить уйти. И крючок большой, и насадка большая, поэтому отсидеть этого карася никак. там сидит, уже понятно. Накупили у мамы в магазине разные макухи. Таймакушатники готовые тоже купили. Видите, разная макуха. И зеленая, и желтая, и обычная, черная. Короче, кукурузная, гороховая, разная. И на любую макуху клюет. Нету такого, что на какую-то клюет, а на какую-то не клюет. Это самый активный клев как раз в это время. И удочку только перезабросил, даже не успел. Вот тут уже на этот фидер поклевка. это просто разрыв. Так вот, если сесть и поставить две удочки, за которыми постоянно смотреть, то в принципе... Не, ну вдвоем на две я имею ввиду. Оставить и сидеть, то можно, не знаю, килограмм, наверное, сто того карасяна ловить. Посмотрите, как клюет. Видите? Стойку, кстати, тоже у мамы купили в магазине. Даже ценник не успели снять. Хорошо, когда у мамы магазин есть. Рыбацкий. Информация для подписчиков. У моих родителей в Одессе есть магазин. Называется супермаркет Рыбалка. Хороший большой магазин, 300 квадратных метров рыболовного счастья. И всем подписчикам моим делают скидку. Вот вам не надо ни скидочные карточки, ничего. Просто вы на кассе говорите, что вы подписчик Кати или подписчик Саши. И все, и скидка вам обеспечена. Козлик или что? Видишь, на фидер начали ловиться подлещики. Здесь у нас на макушатнике ловятся караси. Вот такого Коля карпушку поймал. На макушатник тоже на горох. Грамм наверное 400-500 не больше. Ну паровозик дал. Паровозик был, да? Ну карпик, что ты хочешь, даже маленькие дают звездюлей. Вот таких вчера еще поймали, штучки 3-4, может я не знаю, а может 5, я уже не помню. И крупные все сошли. Катушку смотрите у Коли в магазине у родителей тоже купил. И Бису. А, и карповик кстати тоже уже в родителей купил в магазине. И кресло. И кресло купил в магазине в родителей. И родпот. И родпотку. И сигнализатор. Господи, вот у меня семья зарабатывает на тебе. У китски есть котята. И мы чуть подкормили козликом. Довольно таки быстро она появляется. Дядя Боря вот нам кукурузки еще приготовил горяченькой. Что карп кушает кукурузку, что мы кушаем, правильно? Да, что мы кушаем. То, что недоедим, если что, можно и карп кушать. Не доедим, она очень вкусная. Сейчас тогда все туда пошла кушать. вы поняли, сейчас температура воздуха. Следующий кадр будет всем понятен. Если дядя будет за каш крынем, у него будет течь. течение такое сильное. Ради интереса. Температура воды. А ну прицел уже поплавало, они должны были охладиться. Вместе с жарой пропал весь клев. Вообще клева нет. Не ловится ничего. Вчера еще более-менее ловилась в это время. Сегодня вообще молчат все удочки у нас и у ребят. Колька тоже полетел маленький. Ребят, прошло время покушать. Я вам уже не раз показывала, что мы берем с собой готовую еду от приятенского деликатеса завод. Хочу вам сегодня показать вот такой суточный набор. Мы взяли с собой таких два. Посмотрите, какая жара. Я вам говорю честно, кроме готовой еды и овощей мы ничего с собой не брали. Ну невозможно. Посмотрите, все портится. Вот такой суточный набор смотрите, что входит. Рацион на весь день. Тут конкретно каша рисовая с мясом, потом борщ на мясном, мясном, всегда на украинском, на русском, мясном, кистковом бульоне с деловычиной. Мы вчера, кстати, борщ с Сашей разогревали ели. Вот. И еще здесь у нас идет картошка с овощами и мясом свинины и каша ячна с мясом и лавычиной. Вот. Помимо того, там есть сухари и вот такой галет хлебушек, приборы, чай и салфетки. Смотрите, эта еда не только вкусна, она и безопасна. Я вам говорила, что нам очень нравится действительно и стоит недорого. Но это сухпайок семнадцатого года. Приятницкий деликатес завод делает сухпайки для нашей армии. Раньше солдат даже не мог мечтать о том, чтобы покушать супчик. А теперь это возможно. Мало-то вам покажу, как можно разогреть беспламенным способом. Смотрите, что мы делаем. Вот этот пакет, кстати, со вчера, видите, уже использованный, он многоразовый. Это пакет для разогрева. Вот так отдельно упакованный реагент. Закидываем его в этот пакет. Здесь есть уровень того, сколько нужно налить воды. Воду можно брать часто с водоемом и берем, без разницы. Это никак не влияет на результат или на вкус. Я наливаю всегда максимальный уровень, быстрее будет разогрев. И в такую жару я вам скажу, что можно не по отдельности а сразу два блюда разогреть в одном пакете и все получится. Все. Сворачиваем. Смотрите, сейчас буквально о, моментально топорятся, я убираю руки, ау, у меня шпарится. Нужно опереть. Ребят, нас много спрашивали по поводу комаров. Смотрите, вчера была такая лафа, вечером был ветерок и комара не было вообще. Но только ветерок затих, они как тучи на нас спустились. Оп, это что, поклевка? И просто было некуда. Причем комары такие огромнейшие. На зеленый. Чуть не прибыв человек. Про технологию приготовления еды порция. Она готовится в таких специальных реторт-пакетах. Вот, посмотрите, как это выглядит. В паровом автоклаве по технологии стерилизации. Это, по сути, консервация, благодаря чему еда сохраняет свои питательные элементы. Смотрите, какая фасолька, много мяса. И это реально очень вкусно. При этом умирают все вредные микроорганизмы, ненужные нам бактерии. То есть это еще и безопасно. Все, бон аппетит. Это карась здоровенный. Как всегда приходит во время еды. Смотрите, какой хороший карась. Очередной карпик. мы их не заставляем ждать. Их сразу отпускаем домой. Создание микрофон. Мы сразу отпускали, это случайно он запускался. Домой. Карпушин сегодня. Маленький закарася про канал. поаккуратнее сегодня какой-то выпущу. А так есть очень большие классные караси, есть мелкие. Мы сейчас себе десяточек заберем домой. мы находимся на речке Днестер. Я вам хочу сказать одну вещь важную, что мои друзья из компании Вист, которые делают силикон, на которой я очень хорошо ловлю. Зарыбили совсем недавно речку Днестер. Я вам обязательно под видео оставлю ссылку на видео, как они это делали. Вот такие они молодцы. Я очень рада, что есть у нас в рыболовных компаниях такие добрые люди. зал. Заль. Заль. Продолжение следует... Впервые такое, что я не досняла видео на воде. Мы прям сбежали из этой жары. Сейчас тут под кондиционером в магазине пришла в себя чуть-чуть. По итогам этой рыбалки можно сказать, что карася ловится очень много. На 100 карасей где-то 3 карпика. Карпики все маленькие. Большой карп не ловится, он ловится где-то в октябре, в ноябре. И мы обязательно вернемся за Димборей, очень колоритный парень, я думаю вы согласитесь. И я думаю, что свой трофей на Днестре мы поймаем. Так что заканчиваем в магазине видео. Все приходите к моим родителям. Кстати, так много людей говорят, что так хорошо обслуживают и такие приятные порядочные люди. Это правда, они всегда советуют, ничем вам не парят. И все подбирают по бюджету, самое что есть лучшее. Так что мне не стыдно вам порекомендовать, посоветовать магазин. Сами видите, как он большой, сколько товара. Есть все, даже автоматические светильники. Вот такие дела. Находится магазин по улице Полустовского 11А на втором этаже. Он большой, его сложно не заметить. Я буквально денёчек отдыхаю и поеду на морскую рыбалку. Ещё не знаю, буду ловить с берега бычка, ставритку. Говорят, ставритка сейчас отошла подальше, тяжело поймать. Или поеду с лодки, как говорится, на банку ловить бычка. Но об этом вы уже узнаете в следующей серии. Как обычно, это вам. Пока-пока.